Ну, представьте себе, вот наше месторождение нефти. Значит так, допустим, мы можем организовать добычу нефти. И она будет эффективная, рентабельная и так далее, и так далее. Но эту нефть же куда-то надо деть. Значит, ее надо отвезти потребителя. Значит, переработать такое огромное количество нефти мы не можем, да нам это не надо, потому что мы будем добывать, вот сейчас добываем примерно 10 миллионов тонн, а нефтепродукты потребляем полтора миллиона тонн. То есть, как бы, и переработать мы ее не можем. Значит, ее надо доставить потребителям. Как ее доставить? Нужно строить магистральные трубопроводы. И вот разгорелся сырбор. Значит, а где же должен строиться, находиться магистральный трубопровод? К началу 2000-х годов, но с приходом, скажем, Путина, в руководство Российской Федерации созрели такие идеи, и я тоже участник, значит, этих всех, разработки этих идей и так далее, о том, что было бы очень хорошо и полезно, если бы Российская Федерация могла бы диверсифицировать свой сбыт углеводородов. Вот Европа, но в Европе, во-первых, конкуренция, во-вторых, это политически, значит, опасно, потому что эти все обострения, отношения, транзит через Украину, там, и так далее, и так далее, надо заполучить, значит, на сегодня и особенно на будущее хороший рынок на Востоке. Где этот рынок находится? Ну, вот Китайская Народная Республика, Корея, значит, Япония. Значит, надо как-то обеспечить подачу нефти туда. Наша система магистральных нефтепроводов Российской Федерации в то время, значит, заканчивалась в Ангарске. Вот из Тюмени, вот оттуда, приходили нефтепроводы в Ангарске. А на запад они шли до самых западных наших границ, значит, на порты Балтийского моря и Европу. Помните, нефтепровод Дружба там и так далее. К примеру, так же дело обстояло и с газопроводами. Только газопровод, значит, магистральный, заканчивался еще западнее. На границе Иркутской области и Краснодарского края была последняя точка, куда приходил газ из Сибири. Все. Здесь на Востоке ничего нет. Значит, стал вопрос о создании объединенной системы магистральных нефтепроводов, при помощи которых можно было бы подать нефть, предположим, из Сибири на восток Китая и Кореи, подать газ из Сибири на восток Китая и Кореи, а попутно еще, значит, развить месторождение нефти и газа, которое есть в Восточной Сибири. У нас в Иркутской области и на Сахалине. Вот такая задача. Она обсуждалась, мыссорилась, значит, мы самое активное участие в ней принимали. Мы сами там разработали много разных проектов, которые обсуждали на уровне руководства Российской Федерации, я там и Путин докладывал. Потом у нас в 2004 году Всероссийское совещание пришло на эту тему, где мы как бы нашли общий язык со всеми нашими соседями, потенциальными участниками этих проектов. И вообще стали активно с 2002 года заниматься теми проектами. Вот я был избран в январе 2002, а в феврале мы уже встречались с Миллером, Газпром, мы хотели, чтобы Газпром зашел больше. Значит, так, уже в марте мы уже встречались с другим нефтегазом, когда у нас конфликт с ЮКОСом получился и так далее. Так что, значит, активно работать. Ну и, наконец, дело подошло к тому, что правительство Российской Федерации и лично президент Путин приняли решение, что надо строить трубопроводы на восток. Как их решили? Вдоль трассы БАМа. Что это означало для республики? Это означало, что все наши мечты – это двинуться на 22 век. Потому что нам из Талакана на БАМ надо тянуть такой длинный трубопровод, что, как говорится, за морем телушка-полушка, за рубль перевоз, она становится неориентабельно. Надо закрывать все наши проекты и возвращаться в исходное состояние, когда бедный Климент Егорыч Иванов по всему миру рыскал и не мог найти денег. Никому это не надо теперь сниматься. Теперь стала наша задача, значит, все-таки добиться того, чтобы трубопроводы прошли через Якутию. Это было очень сложное такое решение. На это у нас ушел весь 2004 год, весь 2005 год. И уже, будем говорить, решения все были приняты, стройка начиналась. Чего так и мы не делали, как мы только не обосновывали свою позицию. Но в конце концов нам удалось убедить, самый главный президент, о том, что это неправильно все. Ну, во-первых, в какой-то степени нам помогла история с экологами, вы помните, которые хотели провести мимо Байкала. Значит, в этот период времени, значит, как раз, в очередной раз я у Путина был и показывал ему, значит, что не просто надо мимо Байкала третить, а уйти вообще далеко на север, потому что там геологические разломы идут. Ну, грубо говоря, Байкал – это трещина в земной коре. Он идет на глубину 8 километров, трещина вот эта. Она там засыпана песком, поэтому считает, что глубина Байкала 1700 метров. Значит, на самом деле это такая трещина. И она трещит, она до сих пор, вы знаете, как на льду бывает, вот эта кора трескается, трескается. Если этот процесс не остановится, через несколько десятков миллионов лет, может быть, и куть отплывет от Сибири. Значит, а может остановиться этот процесс? И там постоянно, куда бы мы, как бы мы не отошли, значит, везде вот эти вот сейсмические процессы и так далее. Ведь Северо-Мурский туннель на Байме строили 25 лет. Они никак не могли состыковать туннель, все время, значит, смещение горных пород, пластов и так далее, землетрясения. Надо поставить его, значит, не просто так, чтобы избежать вот этой каких-то экологических последствий, а самое главное, значит, уйти в общественного хребта и прийти прямо на месторождение, где находится нефтегаз. Ну, к тому времени мы сформировали и довольно-таки мощные лоббистские такую, значит, группу. И «Газпром» нас поддерживал, и «Сугутнефтегаз», и другие компании крупные. Вот только «Транснефть» был против. На комиссии по топливно-нагогическому комплексу, такая комиссия была, я был членом комиссии, это правительство Российской Федерации, этот вот Ваншток был президент «Транснефть». Он так и заявил, что вот, понимаете, значит, если бы я был представителем госплана СССР, я бы размышлял, как Штуров, понимаешь. А поскольку я начальник «Транснефть», у меня другие мысли, меня не интересуют их проблемы. Ну, Фродков возмущался, возмущался, решения уже были приняты, подписаны. Я ходил к министру обороны, значит, Иванову Сергею Борисовичу, и говорил, вот, Сергей Борисович, вот идет трасса «Бама», по ней мы возим нефтепродукты в цистернах, вот там идут основные бензины, там керосины, уголь мы там возим, и рядом проложим нефтяную трубу. Но так же не положено. Я говорю, когда я в молодости работал, значит, на стройке, вот в удачном, мы такие крупные объекты согласовали с генеральным штабом, но генеральный штаб должен понимать, что не может труба пойти в одном коридоре железной дороги, потому что, когда начнется ядерная война, это ядерная война, а если диверсия будет? Вот террористов взорвут одновременно, и то, и другое. Их же надо разносить, это же правила есть такие. Он очень сильно заинтересовался, взял у меня карты, говорит, я вот, это было перед первым маем, я, говорит, между первым маем и пятым, и девятым маем с президентом поговорил, там, генеральный штаб привлекли к этому делу. Значит, в общем, как бы так, карты легли, труба пошла, проблема, как была у нас нарисована. Прямо хорошо, что у нас было уже к этому времени карты, все, вот туда, куда надо. Вот если эту всю историю соединить с Тургут, с нефтегазом, с ЮКОСом, и как бы как целое рассматривать, то главный итог какой, я всегда говорю, главный итог, мы для себя такой опыт приобрели, что никогда нельзя сдаваться. Никогда, надо доработать до самого последнего, потому что все решения приняты. Но мы должны попытаться решить вопрос. Вот мы его решили. Потом такая же эпопея была с газом, значит, на место его поставили, ну, там уже проекция была немножко. И как бы так вот оглянешься назад, думаешь, ну, как же это все у нас получалось. Сам не веришь. Там же еще были сложнее вопросы. Мы всегда говорили нефтяникам, что вы не сможете запустить нефтепровод по той причине, что это объект первой категории, он должен иметь независимость с точки энергоснабжения. Мало что, электроэнергия пропадет, тут же будет катастрофа. Говорит, вся эта нефть выльется на природу, там и так далее. Нужно срочно строить линии для передачи. Пока тот же самый Семен Войшток, авантюрного склада, человек там был, значит, он говорит, это вообще, это мой вопрос, я все решу. Как только там руководство сменилось, транснефт возглавил Николай Петрович Токарев, он сразу первым делом прилетел в Якутск и говорит, вы меня выручайте, спасайте, нам нужна лапа. Но опять мне пришлось, значит, ехать в Москву, бить челом президента, что вот такие там мы дураки. Надо строить, что строить ЛЭП. Ее построили, значит, от Ченышевского на Ленск, потом на Лёгминск, я же до Алдана надо ходить. Ну вот, она для нефтепровода, но мы одновременно решили вопрос соединения энергосистем с Южной Якутией и Западной Якутией. Сейчас мы достроим ЛЭП через Нюрбуды, якутская, и у нас будет все системы объединены. Это позволяет резко повысить безопасность энергетическую, чтобы можно туда-сюда электроэнергию передавать. В случае аварийных ситуаций и так далее. Самое главное – снижать тарифы. Плюс к этому централизованную электроэнергию получили те населенные пункты, где никогда ее не было. Например, вот Талёк, Минск. Там выработка надежной электростанции была по 30 рублей киловатт-час, а она пришла там по 5 рублей, а сейчас вообще по 3. То есть вот эти вопросы попутно мы мечту энергетиков многих поколений, ну наполовину, что ли, решили. Надо еще и в Иркутск выходить, и в Магадан, но и в другое дело. Ну, самое главное, что мы заимели, я имею в виду доходы в республиках. Вот нефтяная промышленность сейчас 20% доходов дает. Значит, бюджет. Это, конечно же, 20%. Это же не какие-то маленькие суммы. И второе, вот рабочие места, самое главное, плюс вот их участие в социальных программах. Я рассказал подробно про Сугутник и ГАС, но и Трастнебжи, мы с ними построили два дома в Олегминске. Один из них, значит, нам отошел, другой им. Другие объекты и так далее. Значит, на их базах работают наши люди везде, начиная от Алдана, окончая Ленском. Значит, вот это такой у них вклад. Значит, что не получилось с ними? На этой шипы электроэнергии получилось, что дорога, мы думали, что с их помощью мы сделаем сквозную еще дорогу от Алдана до самого Ленска. Вот это не получилось. Значит, как бы, оно могло получиться, и может еще выйдет. Это все зависит от того, как теперь Алексей Сергеевич будет ставить вопрос. Значит, чтобы их дорогу ведомственную превратить в дорогу общего пользования. Конечно, там и федеральная правительство должно быть замешано и так далее. Значит, ну вот этот вопрос не решен. Это мы действительно от них не получили. Зато аэропорт первоклассный Телакан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok